О совпадениях я в прошлый раз уже рассказывал с отцом Дмитрием, как в день памяти своим всегда как-то посещал каким-то особым знаком или подарком каким-то. И на эти именины, которые были несколько дней назад, он меня также посетил. Это удивительно. Так что совпадение. Еще мы молимся, когда Господа просим, когда готовимся к причастию, просим, ум, душу и сердце освети, спаси. Вот отец Дмитрий, он несомненно обладал этими дарами, этими качествами души. Про остроту ума мы, конечно, знаем очень хорошо. Всегда нас бодрит, всегда поддерживает. Знаем его ответы и советы, которые он дает в прямом эфире. Что поражает? Одни и те же вопросы, а ответы всегда разные. Причем часто они кардинально разные. Иногда может, так сказать, и приложить очень хорошо, а иногда самый простой вопрос, который уже изучал сотню раз, наверное, может разложить, прям все по полочкам объяснить. Такое тоже чутье у отца Дмитрия было удивительное. Я тоже приходил когда к нему за советом, ну и думаешь, как бы в голове, вот так ответит или вот так, или еще как-то. Вы знаете, практически всегда отвечал не так, как ты думаешь, даже представив себе не можешь, но отвечал всегда по-другому. Это тоже удивительно. Широта сердца отца Дмитрия. Мы хорошо знаем фотографию, где он в облачении обнимает мальчика. Вот, это удивительная фотография. Вот, отец Дмитрий мог так обнимать. Он обнимал многих, меня в том числе. Это удивительная теплота, это удивительное утешение, удивительное такое чувство, с которым потом можно жить долго. Он мог вместить всех. Он был отцом для всех. Он мне говорил, я тебе вместо отца. Отец мой погиб. Вы знаете, он говорил не только мне. Он говорил, это много кому. Это тоже было поразительно. Всегда думаешь, ну вот как отец Дмитрий там к тебе относится. Он ко всем так относился. Это действительно его широта души, его величайшая любовь к людям. И действительно поражает его чутье, вот это к людям, к ситуации. Я один раз зашел, это была Великая Пятница. Ну и как-то он спросил, как дела. Я буквально два предложения сказал. Да вот из музыкальной школы, там учителя хотят уволить. Ну, может еще какой-то буквально мелочь. Вот. Реакция отца Дмитрия была для меня вообще поразительной. Вы знаете, он встал так вот, оперся. И минут семь, не останавливаясь, говорил мне о том, что надо идти к директору, надо разнести школу, объяснить, что мы эту школу сдадим, там будут офисы, раз вы не умеете детей учить, вот и так далее. Я был очень удивлен, думаю, ну я же ничего не сказал. Он не знает эту музыкальную школу, не знает, кого и почему хотят уволить, по делу, не по делу. Вот. Ну и отец Дмитрий сказал, я пошел. Две недели пытался попасть к директору школы. Вот. И попал, наконец. Она сидела вся такая, прям сжатая. Полчаса мы с ней поговорили. Вот. Но она объяснила, что педагог там как бы не имеет образования музыкального, нормального, там то-се, вот такие проблемы, там туда-сюда. Вот. Ну я подумал, как бы, вроде с ней поговорили, обсудили, все хорошо. Такой худой мир, лучше ссоры какой-то. Вот. Прошло лето, и вот тогда я понял, что отец Дмитрий был абсолютно прав. Ну, человека уволили ни за что. Тот человек, который действительно стремился детей научить, вот моя дочка у него училась, тот человек, который действительно, так сказать, боролся, который действительно, вот, ну, тоже такое сердце имел, к детям был очень внимательным. Может быть, действительно какие-то были у него музыкальные, не знаю, там, может, действительно имел образование, но как он работал с детьми, это было поразительно. Вот. Так что, вот, отец Дмитрий вот таким чутьем даже, ну, не знаю, как сказать, вот обладал. Но отец Дмитрий всегда, конечно, с шуткой так подходил и к многим делам, и вообще реагируем мгновенно. Давно еще помню, больше 20 лет назад стоит очередь в кассу. Вот. И заходит отец Дмитрий. А мы так вдоль по стеночке стоим, вот, так ровненько, в очередь, хороший, так и человек 15. Отец Дмитрий заходит, и все так отцу Дмитрия. Отец Дмитрий мгновенно, не моргая глазом, говорит, это Леонидович даст. Это не ко мне. Сегодня хотели сыграть в память об отце Дмитрия. Год назад мы как раз отцу Дмитрию готовили выступление, хотели его поздравить. Вот. И, можно сказать, день рождения нашего такого небольшого ансамбля, оно приходится на день именин отца Дмитрия. Вот сегодня год, как мы что-то первое сыграли вместе. Спасибо, Господи. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.